Всем большой привет! У меня там за стенкой дети с ума сходят. Если будет шумно, то вы не обращайте внимания. У нас есть гости, плюс еще к этому стройка полным ходом. Ремонт, по-моему, он вообще никогда не прекратится. Хотела поделиться с вами парочкой тех вещей, которые мы уже успели сделать, и некоторые еще в процессе. Мы решили от этого лета взять по максимуму, чтобы, как говорится, пока тепло, была возможность сделать побольше тех вещей, которые лучше сделать в теплый период времени, когда не нет дождей, когда не холодно. Этим летом у нас будет полный расколбас, и реально, пока мы не сделаем все, что мы запланировали, я не успокоюсь. Потом уже придет осень, Алиска пойдет в школу, плюс к этому будет уже холодно, и поэтому... Как будто кого-то режут. Потом уже будут проводиться работы в рамках дома, внутри, в помещении. А пока что у нас куча всего запланировано именно на участке. Я тут присела на гамаке, но ветер, судя по всему, не даст нам с вами нормально поговорить. Куда бы я ни пошла, везде будет ветер или строительный шум. Уже много раз показывала эту краску, она сохнет очень быстро. Здесь написано... Блин, это издевательство какое-то! Время высыхания 3 часа, очень быстро сохнет, и мне очень нравится, что она такая полуматовая. Хотя здесь написано, что матовый финиш, но она все-таки идет полуматовая. Я планировала этим летом сделать садовые дорожки, и мы как раз-таки этим занимаемся сейчас. Но помимо этого решили еще сделать новую подъездную, ну, пошире дорожку к бане, потому что папа будет заезжать туда на коляске. А вот, кстати, и новая дверь. Она у нас, правда, еще не до конца доделана. Мы ее не красили, и еще стекла не вставляли. По поводу стекол, скорее всего, буду мотировать их сама, потому что прозрачные стекла в бане, это, знаете, такая себе затея. Вот так уже намного удобнее. С такой прической реально можно идти поработать, потому что, когда кудри лезут в глаза, прилипают к помаде, это неудобно. Вы будете смеяться, но я с Вива Браслом до сих пор еще чемодан свой не разобрала. Так, кроссовки достаю. О, боже мой. Это уже не смешно, потому что столько вещей лежит, а я их могла носить. Это вот вся лень моя, она меня иногда добивает. Купила больше платья. За сколько? 130 рублей, по-моему, я за него дала. И так его на фестивале и не надела. Ну вот что это такое? Ну вот и нафига, зачем я его тогда брала? Надо теперь срочно искать повод для того, чтобы его на себя надеть. Куда-нибудь выгулить его. Привезли из нашей старой квартиры папин телевизор. Он достаточно большой, хотя, если честно, когда я была маленькая, мне казалось, что он огромный. Просто, по факту, не особо-то и большой. Тут нет смарт-тв, это единственный, наверное, его нюанс. Минус, как говорится. Ну, посмотрим, короче, что мы можем с ним сделать. Сейчас пойду на огород. Потому что каждый раз, когда я хожу мимо дынь и арбузов, которые посадила, их-то всего лишь по две штучки. Я чувствую себя отвратительной хозяюшкой, потому что я их ни разу не полола. Я не знаю вообще, в принципе, что из них вырастет. Но у меня банально просто на это не хватает времени. Если я буду еще за грядочками смотреть, плюс к тому, что я уже делаю, я думаю, что у меня просто реально не будет времени не спать, не есть. Поэтому вот сейчас я чувствую себе потребность пойти по полоте. Поэтому пойдем вместе с вами, посмотрим, на каком свете там у меня мои грядочки находятся. Такие моменты я понимаю, что, Надя, вообще куда ты лезешь? Зачем тебе эти грядки, эти арбузики и дыньки? Можно было и без них обойтись, пойти купить себе несколько арбузов летом. И дыни точно так же можно было купить, не париться. Потому что пропалывая дыни и арбузы, я поняла, что им реально у нас просто не вызреть. Они очень тоненькие такие, знаете, хиленькие. На дынях нет вообще ни цветочков, ни завязей. Только на одном из арбузов есть завязи по 2 см, наверное, размером. Из них точно ничего не вызреть, потому что уже август и точно все это дело не успеет вырасти. Так что, скорее всего, это был мой последний эксперимент с грядками. Буду заниматься тем, что у меня лучше получается и что приносит мне больше удовольствия и больше профита. Я, наверное, только недавно пришла к той мысли. И она у меня так четко прям засела в голове, что нужно работу, которая у тебя плохо получается, либо та, которая не приносит тебе удовольствия, кому-то делегировать. И заниматься только тем, в чем ты на самом деле специалист, и что у тебя хорошо получается. И плюс к этому тебя заряжает и приносит тебе удовольствие. С этим осознанием мне стало немножко проще жить. И я, на самом деле, не стала заморачиваться по той работе, которая у меня не очень хорошо входит. Это сделает кто-нибудь другой. А вот и софт нашей садовой дорожки. Это пока что часть из того, что мы планируем залить. Одна дорожка у нас идет к шатру, которую мы пока еще не успели сделать. И, слушайте, честно, мне кажется, что и не успеем этим летом. Вторая ветка дорожки этой выходит на основную нашу дорожку во дворе. Мы сделали ее достаточно широкую, потому что папа сейчас будет передвигаться на коляске. И, скорее всего, в ближайшие полгода точно. Поэтому решили сделать так, чтобы было максимально комфортно и удобно ездить. Это был еще тот челлендж постараться найти подходящий линолеум. Потому что мы решили ламинат не укладывать в комнате родителей. Так как это частный дом, и, возможно, протечки какие-то или какие-то другие пришествия все-таки лучше вложить линолеум. Объездили столько магазинов и купили все-таки. Но какой именно мы купили, увидите уже на основном канале. Потому что мы там с вами будем делать переделку комнаты для родителей. Еще заодно купила краску для стен. Она тоже очень красивого оттенка. Но все потом-потом. Поделилась в Инстаграм своими опасениями по поводу своего выгорания. Потому что мы реально этим летом слишком много на себя взвалили. И я чувствую, что мне это уже становится не в радость. Спросила, как остальные с этим справляются. И сейчас зачитаю, какие-то вещи, которые мне понравились. Отдыхала кардинально, уезжала подальше, брала паузу на медитацию. Разговор с собой, кстати, насчет медитации. Мне надо уже на постоянной основе как-то включать это в свою жизнь. Потому что у меня был опыт непостоянный. Но мне нравились ощущения после этого. Поэтому я думаю, что стоит все-таки повторить. И включить это в ежедневную свою рутину. Думаю, что хуже точно не будет. Будет даже лучше. Просто лежу день-два без сожалений. Напоминаю себе о себе. Вот по поводу полежа и спотеленица. Для меня это очень классный вариант. Потому что мне на самом деле на это совсем не хватает времени. Иногда хочется посмотреть сериальчики, какие-нибудь фильмы. Просто отключить мозг. Ни о чем не думать. А смотреть какие-нибудь смешные сериалы, допустим. Или бы почитать книжку какую-нибудь интересную, художественную. Проработать флангу перфекционизма с психологом. Возможно, перфекционизм в моей жизни стал руководить всем остальным процессом. Лучше сделать хорошо на лайте, чем сделать это перфекто, но умотаться в ноль. У очень многих был опыт того, что организм просто вынудил человека отдыхать. Болезнью какой-то, да, допустим. Это уже тот крайний случай, когда уже на физиологическом уровне просто все. Ресурсы полностью ущерпаны. Поэтому до этого лучше, конечно, не доводить. И я постоянно себе это напоминаю. Чтобы на самом деле не было никаких серьезных проблем со здоровьем. С возрастом перестала себя ругать. Просто кто понял жизнь, тот не торопится. Видно, я еще не до конца жизнь свою поняла. Потому что у меня режим гонки этот постоянно включен. Мне надо все успеть, надо сделать по плану. Ровно столько, сколько я себе запланировала. Ничуть не меньше. Иногда лучше даже больше. На самом деле нужно учиться просто не торопиться. Очень многим кажется, что блогинг это не так, чтобы уж серьезно. Но в моей сфере, в сфере DIY, это постоянно физические какие-то нагрузки. Это работа за компьютером. Это работа с инструментами. Это физически очень сильно утомляет. Поэтому для меня блогинг это реально полноценная работа. У меня вообще по большому счету выходные только тогда, когда я себе разрешаю. А я разрешаю их себе не часто. Особенно сейчас этот период, когда у нас все крутится, вертится. Поэтому на этой неделе не будет видео DIY. Во-первых, потому что мы переделываем комнату для родителей. И мне недостаточно того, что я сделала. Опять же, видите, перфекционизм. Из того, чтобы выгрузить все то, что у меня уже сделано и готово, я предпочитаю сделать еще больше и скомпоновать большое объемное видео. Но, как говорится, этот вопрос мне еще тоже нужно прорабатывать по поводу своего перфекционизма. Один плюс все-таки в моем решении есть. Поднакопить немножечко больше контента. Потому что я сейчас себя не гоню. Потому что мне бы пришлось автор весь заимонтировать для того, чтобы выгрузить видео на канал. И я дала себе чуть-чуть отдохнуть просто. Для того, чтобы батарейку свою зарядить. Видео на втором канале все-таки будет. Я там расскажу про ту косметику, которую я заказывала с Алиэкспресс. Оно, кстати, уже вышло на канале. Если вы не смотрели, то ссылочку оставлю здесь в правом верхнем углу. Посмотрите, если вдруг вам интересно. А я пойду возьму себе мороженое. Я немножечко отдохну, позависаю, позалипаю в телефоне. Может, какой-нибудь видосик посмотрю. Пока выгружается видео. Потому что выгружаться там будет больше часа. Вот. Все, я вас целую. С вами видимся немножечко позже. Мне пришла в голову очень интересная идея. Короче, я сейчас в мастерской своей. Я хочу как-то разместить свои кисточки, которые мне нужно сушить. А не видите, какие они у меня уже жизнью потрепанные. Но как? Раз кисточка грязная, значит, ей рисовали, значит, творили какую-то красоту. Поэтому чем грязнее кисточки, тем больше они поработали и привнесли в эту жизнь красиво. Короче говоря, я хочу вот тут вот вдоль присверлить маленькие саморезики для того, чтобы потом вот так вот вешать кисточки. Вот так. Чик. И они будут в вертикальном положении сохнуть. Вот так вот всю полностью хочу заполнить кисточками вот эту планочку. А потом с одной и с другой стороны просто по саморезу и в стенку. Или в балку. Потому что сейчас пока что у них нет места постоянно для того, чтобы они сохли. Нужно это исправлять. Вот так у нас разместилась эта панель со всеми моими кисточками. Сейчас, кстати, я хотела показать вам, что я тут понаходила из старенького. Во-первых, посмотрите, какие классные плафоны. Мы их уже, кстати, использовали как подсвечники. Но мне хочется немножко эту тему развить. Поэтому думаю, что будем из этих старых плафонов делать на самом деле классные добротные подсвечники. Стекло. И такое оно красивое. Видите, какие грани тут. И так оно... Ой, короче говоря, я не могу. Уж прям ручки чешутся быстрее. Все это сделать уже полноценным подсвечником. Потому что вот внутрь мы ставили свечку. И свечка попала с та, которая взяла, растеклась просто, ну, как бы вообще просто в ноль. И я сейчас оттуда достать ее не могу. Скорее всего придется мне на водяной бане растапливать этот воск. Пытаться каким-то образом это все тело вычищать. Кстати, если вы знаете, как можно от воска полностью избавить поверхности, потому что внутри воска он же как бы прилипает при застывании. Обязательно поделитесь своими способами, как вы избавляетесь от воска в стеклянной посуде. Потому что я прям запарилась над этим. И меня вот... Я переживаю просто, что я его не отмою никак от него, от воска, от этого. Еще нашла, кстати, вот такую керамическую штуку от чая. Банка металлическая. Это... Свечку, кстати, мы эту с вами делали. Я ее отнесу домой. И у папы нашла вот такие старые металлические коробки из-под сигарет. Они вот так вот открываются. Слушайте, на самом деле, можно что-нибудь интересненькое с этим сделать. У меня их здесь три. Возможно, будет очень скоро какой-нибудь видос, там, где мы старый хлам переделываем во что-то на самом деле классное. Но время покажет, хватит мне на это времени или нет. Вообще, в принципе, в мастерской можно убираться и убираться. Потому что каждый раз после какого-то очередного проекта наступает внутри полный хаос. Но я вот сегодня разобрала. У меня здесь помытые мои насадки для валиков. Вот эти вот ручки. Вот. Все это я помыла как следует. Краску засохшую. От скребла. Здесь у меня растворители, преобразователи всякие разные. Даже спиртовой раствор для того, чтобы руки протирать. Там у меня желуди вот здесь. Короче говоря, я постаралась разместить все по местам. А вот в этой большой корзинке, кстати, у меня лотки. Лотки все уже тоже крашеные и перекрашенные. Но я главное, что от пыли помыла. Что с ними дальше делать? Просто беру пленкой пищевой, оборачиваю вот эту всю плоскость и работаю дальше как есть. Конечно же, лотки все эти нужно своевременно мыть, особенно от акриловой краски. Тогда они будут чистенькие и красивенькие. Но у меня так не получается делать, потому что я когда в моменте, когда работаю, я могу вот это все оставить. Оно потом засыхает. И это хрен потом каким образом отмоешь и избавишь от старой краски. Видите, как все это дело у меня? А потом эта старая краска хлопьями просто сползает. Поэтому я не хочу рисковать и наливать сюда краску именно вот на дно. Потому что могут хлопья краски смешаться с нормальной краской. И потом как этим красить никто не знает. Что еще у нас из новенького? Добавила три вот таких вот ячейки сюда под мой рейл с плоскогубцами. Там теперь перчатки, шпатель, скотч, кучу молотков нашли, несколько киянок еще. И все это я тоже зафиксировала на моей стенке с инструментами. Я в который раз уже убеждаюсь, насколько удобен этот органайзер именно для мелочевки. Думаю сделать еще один такой себе. А скорее всего вот здесь на этой балке все это размещу. Потому что, слушайте, ну это суперудобно. Ты видишь сразу, что у тебя внутри находится. Можешь взять этот чик, открутить то, что тебе нужно, взять и обратно прикрутить на место, когда тебе это уже не нужно. Я еще немножко поностальгирую. Посмотрите, что я нашла. Это мой старый стол. Вернее, столешница от стола. Ножек там уже давно нет. Сначала я красила эту столешницу в пончики, если кто помнит, обязательно отметьтесь в комментариях. Мне интересно, как долго вы смотрите мой канал. Может, на самом деле, тут среди подписчиков есть прям старички-старички. И после этого я заклеила все мраморной самоклейкой. Думаю, сейчас это все протру. И будет у меня такой переносной фон, если мне это будет необходимо. Не всегда, конечно, есть потребность в нем, но когда нужно, можно схватить и воспользоваться. Погода сейчас, конечно, нелетная, но посмотрите, какая красота уже. У нас уже установили, уже полностью готова крыша. Водосточка уже установлена. Осталось только дело за софитами, но я пока еще их не заказывала. Сейчас обойдем с другой стороны и посмотрим с другой стороны дома. Вряд ли сейчас будет из-за ореха вот этого огромного. Не очень хорошо, конечно, видно, но видите, как все аккуратненько сделали. Еще водосточка вот тут у нас. Мы решили брать пластиковую, потому что когда гремит вода по металлу, это не очень приятно, не очень прикольно, короче, звучит. Поэтому вот так вот теперь у нас аккуратненько сейчас трубы все установлены. Вон там же лоба, а это трубы, которые вниз вот так вот будут под ним стекать вода. Удалось в этот раз заснять практически всю коллекцию, которая посвящена Африке. И там столько интересных разных штук. Не скажу, что они прям универсальны и подходят практически под любой интерьер. Но есть любители вот таких вот этномотивов. И для них как раз-таки эта коллекция будет вообще вот идеально подходить. Конкретно мне понравились постеры. Мне понравились постеры с лисами, потому что это моя любимая тема. По поводу вас не скажу, что они прям очень сильно не понравились, потому что вот первая, которая серо-белая, она не очень аккуратно выглядит. Бутылки для воды по 700 миллилитров. Очень удобная штука, потому что я таких покупала, наверное, 3 или 4, и пользуюсь ими постоянно. Очень мне понравились вот эти декоративные ящички. Конкретно эти на колесиках. Смотрится, если честно, немножко странновато, потому что колеса вот реально кажутся громоздкими. Но сами ящички, они прям настолько красиво смотрятся. Это моя эстетика, мне прям очень нравится такое. Также нашла вот такие вот классные ключницы. Внизу еще есть маленький ящичек для всяких разных мелочей. И вот такие вот шкатулки в виде трех домиков, которые тоже смотрятся очень круто. Черный, белый дерево очень хорошо сочетаются. Декоративные вазы, тарелки в этнос-стиле. Это тоже на любителя. А вот рамочки мне очень понравились. Конкретно в этом фикс-пресс они в белом и в черном цвете представлены. И есть еще вот такие фоторамки для одной фотографии. Они не вешаются на стенку, они на подставочке. Для тех, кто любит животный принт, в интерьере есть вот такие вот классные свечи. В теклянных подсвечниках один под зебру, другой очень похож на тигровую окраску. Нашла еще часы. Есть несколько разных расцветок. Как говорится, любой найдет что-нибудь подходящее для себя. Из новенького нашла вот такие вот органайзеры на стену с четырьмя ячейками, с прищепочками. На эти прищепки можно цеплять какие-нибудь листочки для заметок, либо фотографии те же самые. Еще посмотрите, что нам завезли. Классные шкатулки, они мягкие. Одна с расцветкой под жирафом, вторая расцветка похожа на леопардовую. Нашлись еще вот такие прикольные статуэтки. Это попугайчики на жердочке. У нас в двух цветах, в золотом и в изумрудно-зеленом. Из полезненького нашла вот такие вот складные органайзеры. Контейнеры для еды. Этот на 550 мл. Мне очень нравится, что они на самом деле компактные, не будут занимать много места при хранении. Пусть даже лето уже плавненько подходит к концу, но формочки для мороженого, мне кажется, всегда будут актуальны. Потому что даже осенью и зимой иногда хочется себя побаловать вкусным мороженым. Новая посуда появилась, конкретно эта тарелка мне напоминает немножечко клубничку. Из новенького увидела пластиковые хлебницы. У нас в двух цветах. Еще вот такие вот интересные формочки для канапе нашла. Они разной формы и разного цвета. Кажется, найдет то, что ему по душе. Ну и для тех, кто в теме эко. Вот такие наборы из 18 приборов деревянных. Еще сезон пикаников не закончился. Можно с собой брать в поездки. А вот эта бутылка прямо украла мое сердечко. Я вот сейчас очень сильно жалею, что ее тогда с собой не забрала. Она емкостью 2,4 литра. У нее есть ручка и вот такая вот прикольная открывающаяся пробочка. Она в четырех разных расцветках. Кажется, найдет то, что ему по душе. Еще нашла вот такие ланчбоксы. В очень интересных расцветках с резинками. А вот такие вот наборы с мисками я, если честно, раньше не видела. Они достаточно большие. На 2,4 и 7 литров. Из новенькой посуды, кстати, еще появились вот такие вот тарелочки с перышками. У нас представлен только один вид тарелки и еще одна пиалка авоськи. Для тех, кто не хочет покупать лишние пакеты и заботится об окружающей среде, в Фикс Пресс появились вот такие классные авоськи в трех разных цветах. Они, конечно, не очень большие, но для того, чтобы сложить туда фрукты и овощи, этого будет достаточно. Нашла там еще вот такие вот прикольные сумки, но скажу сразу, что они небольшие по размеру. Это примерно размером 30 на 30. Решила быстренько показать вам покупочки с Фикс Пресс, которую порезала с собой из магазина. Во-первых, взяла для Алиски вот такую вот подставку для книг. Мы уже ей попользовались, Алиски очень нравится. Вот тут нажимаешь на кнопочку, и ножки сзади вот так вот могут отклоняться до достаточно большого угла. Вот так вот растягиваются опоры. Вот так. Я решила показать на примере свои книги. Мне прям нравится. Не скажу, что я бы сама такую использовала, потому что я чаще всего читаю в кровати. Но для ребенка это прям очень классный вариант для того, чтобы ей не держать книгу ручками и читать спокойненько. Они есть в четырех цветах. Я взяла черную. Идем с вами дальше. Показываю вам следующую свою покупочку. Это вот такой вот коврик для ванной комнаты. Он стоил, по-моему, 7 рублей, если не ошибаюсь. По размеру он совсем небольшой. Я вот не посмотрела. Конечно, здесь есть вот такой вот небольшой косяк. Надо было проверить прямо в магазине сразу же. Как-то я вот об этом не подумала. По размеру он 40 на 60. Я думаю, для того, чтобы комфортненько выйти из ванной и не остановиться на холодный кафельный пол, этого будет достаточно. Там были в разных цветах. У нас дома уже есть такой коричневый. Я решила взять еще такой темненький синий. Тут, конечно, отстрочка. Видите, какими нитками фиолетовыми вместо синих? Ну, что я хотела за 7 рублей вообще? Следующая на очереди такая упаковка Барни. Здесь 8 мишек. Мне кажется, что получается выгоднее, чем покупать по отдельности. Потому что я точно знаю, что если покупать мишки по отдельности упакованные, то, по-моему, по рублю они где-то примерно стоят. А здесь я за 4 рубля, по-моему, взяла 8. Идем дальше. И у нас с вами вот такие вот две тетрадочки. Они по 48 листов. Я такие уже брала. Но они у меня были в более таких нейтральных цветах. Это я решила взять для своих будущих конспектов. Потому что мне они очень нравятся. Мне нравится, что здесь такие, знаете, ненавязчивые клеточки. И цвета прям такие конфетные, как я люблю. Также взяла две упаковки с обложками для детрадей. В каждой по 20 штук. Не могла устоять. Взяла вот такой набор с папками. Здесь 5 штук в комплекте. И цвета просто такие потрясающие. Нежные такие. Такие папки я чаще всего использую для каких-то документов. Но я думаю, что для Алисы в новом учебном году тоже не пригодят. Еще привезла из магазина вот такую вот пасту детскую. Волшебное мороженое вкус у нее. И это паста от Splat. Алиска тоже у меня и не пробовала. Если вы такими пользовались, напишите, пожалуйста, как вам нравится или нет. Взяла еще освежитель для воздуха. Мне нравится, что здесь можно вот эти вот верхние этикетки, но это пленка просто, взять, срезать. И получится просто прозрачный, красивый бутылечек. Это смотрится намного более стильно, чем если бы были вот такие вот разноцветные банки. Ну и взяла еще вот такие влажные салфетки. Получается достаточно выгодно. 130 штук за 3 рубля. Обычно у нас влажные салфетки стоят в меньшее количество, намного дороже. Также из канцелярии в этот раз я взяла вот такой вот набор с зажимами для бумаги. Два разных размера. 25 миллиметров 11 штук и 19 миллиметров 22 штуки. Я взяла в таких цветах, но там в ассортименте были разные цвета. Мне просто вот эти вот больше нравятся. Еще взяла вот такие вот резинки. Это резинки банковские для того, чтобы денежки перематывать. Но мне не для этих целей они нужны были. Я почему-то все время как-то их дома, когда нужно, их нету. Поэтому решила, пускай будет. На всякий случай, когда пригодятся, я буду знать, где их взять уже. Еще взяла вот такие две упаковки солевых батареек. Честно, я не знаю, как они по качеству. Когда-то я вроде бы их пробовала, но это было давно. Но я уже, если честно, не помню, как долго они держат вообще. Конечно, намного лучше покупать хорошие батарейки. Но на тот момент, когда я была в фикс-прессе, я поняла, что мне нужны батарейки. У нас дома вообще уже ничего нет. Хотя бы на крайний случай, чтобы были вот такие вот наборчики. Если вдруг нам понадобится в пульте заменить батарейку, чтобы было чем это делать. И последнее, что я хотела вам показать, это вот такие вот контейнеры. Я покупала их уже в разных цветах, в разных размерах. И мне очень нравятся. Они очень плотно закрываются. У нас вот такого маленького размера было всего лишь два, по-моему, контейнера. И, как оказалось, это очень ходовой такой размер контейнера. Для того, чтобы, допустим, сложить туда остатки салата или какую-нибудь мясную нарезку. Для того, чтобы это все не подсыхало. Очень мне они нравятся. Здесь объем 0,45 литра. Есть такие же контейнеры с синим ободочком. Мне они прям вот больше всего нравятся. Но их реально в таком размере просто не было. Это, в принципе, были все мои покупочки из FixPrice. Покупала в этот раз только самое необходимое. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok